Не так полухая штраф, как от знака об администрационном правопорушении, бо и она застанется у биографии «Подлетка». Сегодня комиссия по справах неполнолетних администрации советских районов Гомеля разглядала неколькие эпизоды у относенных до юнаков, которые удельничали у несанкционованных митингах. Какие покорания продуглежены за такие правопорушения и что казали на посяжении комиссии «Подлетки». Расскажем Марина Северьянова. Сегодня на разгляде комиссии три справы. Двое юнаков на Вушенце-Колледжио, один школьник. «Подлеткам» от 2014 до 2017 годов. Кожный эпизод анализуется по особку. У залу посяжения у «Подлетки» разом со своими законными представниками заходят по чарзе. На заседание комиссии вызывается несовершеннолетний законным представителем. Опрашивается по обстоятельствам совершения административного правонарушения, почему он туда пошел, с какой целью, осознает, он раскаивается в содеянном, будет он в дальнейшем поступать подобным образом. Затем выносится к реальному решению. Первая справа – удочинение до 2017-го навученца Гандлево-экономичного колледжа. 27 вересня юнак разом с Сябром был зауважен на уместо проведения несанкционованного митингу у центра Гомеля. «Подлеток» каже, что был там хвилин 10-15, потом разом с Сябром пошел кафе. На выходе до его подошли правоохоуники. «Подлеток» признается, что спужался и не одразу походился, его тю отдел внутренних справ для складания протоколу. А не подпорядкование милиции – это еще один администрационный артыкул. Первый для его – удел в несанкционованном массовом мероприемстве. На посаджении комиссии «Подлеток» вину признал, растумавшую свои поводины и, уличивающую добрую характеристику с места в учебе, и то, что его выховывает только батька, отримал наименьшее покарание. Попереджение за удел в несанкционованном мероприемстве и две базовые – за неподпорядкование правоохоуникам. В связи с тем, что наш учащийся был задержан за участие в несанкционированных мероприятиях, хотелось бы, конечно, сегодня призвать всех ребят очень внимательно относиться к тому, в каких местах они сегодня находятся. Вот наш учащийся говорит, что он оказался не в то время, не в том месте, заинтересовался тем, что проходит какое-то мероприятие. Мне хотелось бы призвать, чтобы ребята сейчас были очень внимательны и свое любопытство направляли на то, чтобы получать образование, учиться. Это их первая задача. И, конечно, думали о том, что те поступки, которые они совершают, ведут к последствиям. Вот сегодня наш учащийся был признан виновным за участие в несанкционированных мероприятиях, и ему был назначен штраф, и сейчас родители оплачивают обучение, и, к сожалению, им придется оплатить определенную сумму денег, оторвать из семейного бюджета. Это тоже последствия и для самого учащегося, и для самих родителей. С начала проведения несанкционированных митингов у Гомельской области зарегистрированы 101 выпадок у делу у их подлетков. До администрационной отказности притягнуто 26 человек. Особое внимание уделяется на сегодняшний день участие в массовых несанкционированных мероприятиях родителей с нежелетними детьми. У нас по области 5 случаев таких привлечений. Проводятся беседы. 5 человек у нас привлечено к административной ответственности. Ну и, естественно, на этом не ограничивается только привлечение. Предупреждаются лица о том, что нельзя этим заниматься, нельзя привлекать детей. Тем более, исходя из тех виде материалов, которые мы видим, иногда даже колясочников деток привлекают к этим. Понятно, что где-то с расчета кто-то с целью незадержания, с учетом наличия несанкционированного ребенка. Ну и, скажем так, не оправдывает цели. И родители просто не думают о тех последствиях, которые могут случиться. Потому что, когда идет, извините за выражение, неорганизованная толпа, всякие могут быть провокации и последствия могут быть самые плачевные даже в плане причинения каких-то физических повреждений нежелетним детям. За удел о несанкционированных массовых мероприемствах предуглежено попередживание альбо штрафу по меры до 30 базовых величин. Але усе справы разглядаются у индивидуальном парадку. Про изначение покарания уличиваются многие факторы. Утым легко характеристики с места в учебы. Станция Мьедя выховывается подлеток. Признание своей вины и ширость раскаяния. Марина Северьянова, Василь Асипцов, Тель-Радио, компания «Гомель».